Декоративные абажуры, ограждения для дачи и даже рыболовные снасти – все это из гранатовых и виноградных веток. Мастер из села Гимры вот уже более 30 лет приобщает местную молодежь к ремеслу предков. Слово Патимат Ханаповой. Скромная хижина с соломенной крышей, недалеко от нее хлева для овец и крупнорогатого скота, горы, а в ее подножии водяная мельница и минарет. Этот макет полностью изготовлен с помощью техники лазоплетения. Краевец села Гимры Казимагомед Камилов попытался в одной композиции отобразить образ жизни горцы в прошлом. Это самые козы, вот сюда, король вот сюда, вот король давит, вот это самое, видишь, кушины. Вот в таких местах мы жили раньше. Из травы вот делали вот это самое. Вот видишь, как это я ввязал. Это двор, это домик. Вот это сами топчаны, которые раньше были. Мы сейчас на кроватях, на диванах спим. Вот такие топчаны были раньше, вот они. Они из дерева делали? Да, из дерева делали. Свой суровый быт смекалистые гимринцы пытались упростить с помощью небольших хитростей. Так, например, для сбора урожая с высоких деревьев они придумали специальный прибор – плодосемник. А в рыболовстве им и по сей день помогают такие плетеные корзины. Изготавливаем, оставляем хлеб туда-сюда внутрь и вставляем туда в речку. И утром приходим, уже рыбы там, штук 10-20 или полные. Вот это самое. Что дальнейшей жизни, мы же не знаем, вот так живем. Но завтра какой день будет, что будет, мы не знаем. Помимо предметов быта, при музее изготавливаются и орудия для обороны и защиты аула. Это мечи, ножи и даже деревянные ружья. Тогда они были обязательными атрибутами каждого горца. В царские времена использовали такие топора. Вот смотри, и так тоже. Смотри, хочешь, так можно резать. Хочешь, вот так можно ударить. Она же острая. Хочешь, вот так. Это Казим Магомед увлеченно рассказывает и показывает уникальное орудие. Использовалось оно в военных походах. Топор изготовлен так, что при битве за один всего лишь маневр можно было обезвредить нескольких врагов. Такие плетеные изделия гемринские мастера сейчас изготавливают специально для музеев. А раньше все это использовалось в быту. Допустим, вот такие корзины. В них перевозили фрукты у овощей на ослах. А вот в таких маленьких они носили гостинцы для кунаков. Искусство лазоплетения Казим Магомед обучает и молодежь. Мастер ведет при местной школе кружки. Дети признаются, что ремесло действительно увлекательное. Все в один голос признаются, что самое занимательное в деле – это сбор веток в саду, куда они и ходят всем классом. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Онсукульский район.